ПСМ – пистолет самозарядный малогабаритный, индекс ГРАУ 6П23 самозарядный пистолет, разработанный коллективом конструкторов Тульского Цкипсо Т. И. Лашнев А. А. Симарин И. Эль. Л. Куликов под патрон 5,45 на 18 мм. История. ПСМ был создан по заданию на разработку малогабаритного пистолета для вооружения высшего командного состава Советской Армии, оперативных групп КГБ СССР и МВД СССР. Основными требованиями являлись минимальные габариты и масса при отсутствии выступающих деталей. Работы по созданию оружия проводились с 1970 по 1972 года. После государственных испытаний пистолет ПСМ был принят на вооружение КГБ СССР и МВД СССР в 1974 году. В том же году началось его серийное производство. На пстсоветском пространстве ПСМ используется до настоящего времени в качестве оружия оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также оружие самозащиты постоянного ношения для армейского генералитета и руководства силовых структур. Также является наградным оружием. Описание. Компактный и плоский ПСМ оптимизирован для скрытого ношения. От других малогабаритных пистолетов ПСМ отличается высоким пробивным действием благодаря специально сконструированному патрону. В пистолете использовался новый патрон 5,45 на 18 мм. В целом пистолет за всё время эксплуатации зарекомендовал себя безотказным, удобным в обращении, безопасным, точным и долговечным. Оружием. Конструкция. Автоматика работает по схеме использования отдачи при свободном затворе. У СМ куркового типа двойного действия с автоматической постановкой курка на предохранительный взвод. Затвор по израсходованию всех патронов становится на затворную задержку. На левой стороне затвора расположен рычаг флажкового предохранителя, являющийся также рычагом безопасного спуска курка с боевого взвода. Во включённом состоянии предохранитель блокирует курок, спусковой крючок и затвор. В нижней части рукоятки размещена защёлка магазина. На ПСМ советского производства щёчки-рукоятки изготовлены из алюминиевого сплава, позже в производство запущены щёчки из пластика, имеющие более удобную форму. Однако, этот пистолет обладал одной неприятной особенностью. При необходимости поставить оружие на предохранитель курок, срываясь, защемлял большой палец. По этой травме всегда можно было обнаружить владельцев первых ПСМ. Высокое пробивное действие позволяет уверенно поражать цель за лёгким укрытием или в бронежилете первого класса, а настильная траектория полёта способствует более однообразному прицеливанию при стрельбе на различные дистанции. Недостатком пистолета ПСМ является слабое останавливающее действие малокалиберной пули. Варианты и модификации. В 1990-е годы Ижевский механический завод начал выпуск коммерческих вариантов пистолета ПСМ в экспортном исполнении. Иж 75 – экспортная модель IZH 75 с сентября 2008 года МП, 75 – коммерческая модель под патрон 5, 45 на 18 мм. Байкал 441 – коммерческая модель под патрон 6, 35 на 15 мм. 25 ACP. Отличается от базовой модели более толстыми щёчками рукоятки, регулируемым прицелом и указателем наличия патрона в патроннике. Травматические и газовые пистолеты. В 1990-е годы для российского рынка гражданского оружия самообороны были разработаны и серийно выпускались газовые пистолеты 6П-37 Иж 78. Несколько позже был создан травматический пистолет Иж 78. 9Т под патрон 9 мм. Р. А. На Украине с начала 2000-х годов харьковским предприятием О. СОБР производится ещё один травматический пистолет ПСМ-Р под патрон 9 мм. Р. А. Путём конверсии отработавших ресурс боевых пистолетов ПСМ. Спасибо за просмотр!